Я понял по прошлому году. И вот сейчас, разбираясь с тем, что происходит в энергетике, мы поняли, что еще не все из того, что происходит, можно назвать развитием в определенном смысле. У нас есть определенные затруднения, тема не очень проста. И вообще, что происходит в энергетике, на фоне сегодня уже обсуждаем того, что происходит или чего не происходит в стране, или что происходит не так, как должно происходить. Круг этих вопросов у нас встал перед нами, как мне кажется, во весь рост. Поэтому, Андрей Ильич, приветствуем вас. Спасибо за отклик на наше приглашение принять участие в этой нашей дискуссии. И надеемся, что вы поможете нам разобраться с этой темой. С вашей помощью мы как-то, может быть, продвинемся дальше. Спасибо вам еще раз. Вам слово. Спасибо. 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 для такого креатива, но оно имеет место. А нити такой, как я смотрел, устроительский сценарий, нити тоже такой сценарий, но сейчас не буду на него останавливаться, можете потом почитать. Хотя, может быть, так и будет. То есть, картинка, которую мы сейчас имеем, по крайней мере, я нарисовал. Дальше вопрос, собственно говоря, прежде чем говорить, а в чем делать, правильно задать вопрос, а чего мы хотим получить. На самом деле, если действительно пойти от ответов на ключевые вопросы и дальше от них двигать вниз, то, в общем-то, в общем-то, а как, на самом деле, должна выглядеть отрасль через 15-20 лет, задача, в общем-то, понятно, как ее решать. То есть, первое, мы хотим энергоемкую промышленность сохранять, либо мы, так сказать, в Европе технологии хотим ли мы, так сказать, экспорты. Вот, на самом деле, несколько вопросов, да, так сказать, потому что там не исчерпывающий список примеров. Дальше, соответственно, у нас возникают вопросы, которые являются следствием ответа, так сказать, на наши целеполагания. То есть, как мы, соответственно, выстраиваем систему, централизованно, децентрализованно, после чего, когда мы, на самом деле, на эти вопросы ответили, тогда, собственно говоря, и понятны будут приоритеты по рынку. Что, к сожалению, сейчас не происходит. То есть, рынок обсуждается, в общем-то, как бы, вот, в отрыве, модели рынка обсуждается, в общем-то, в отрыве от вот этих вот, собственно, вещей. То есть, не всю, да и не всегда, да, так сказать, там, но в целом, в целом, ситуация, да, такова. Вот, собственно говоря, несколько примеров, да, так сказать, как разные страны отвечают на эти вопросы, да, то есть, Европа, например, а, для, так сказать, формулировал, что ей, так сказать, не столько важна цена электроэнергии, сколько развитие, так сказать, возобновляемых технологий и энергонезависимость, что, возможно, можно пересматривать сейчас, но, тем не менее, ресурсы типа Исландии, Белгостока, туда, они, как, привлекают, на самом деле, да, так сказать, на электроэнергии производства, вот, так сказать, там, есть, там, Нармегия, которая является таким экспортером электроэнергии для Европы, так сказать, там, есть, например, США, где, на самом деле, так сказать, удалось, и это, на самом деле, очень такой важный и интересный пример, действительно, вот, как инновации, модернизации в традиционной области, то есть, когда, на самом деле, да, так сказать, то есть, собственно говоря, добыча сланцевого газа, это высокотехнологичный процесс, но с точки зрения, вот, такой, как бы, да, так сказать, внешнеобывательское, собственно говоря, добывали газы, добывали газ, да, то есть, ничего фантастического не произошло, да, так сказать, там, на Луну не полетели, электроэнергию, да, так сказать, там, из водорослей не стали производить, просто добывали газ, но сделали технологичный и снизили цену, на самом деле, противоположность тому, да, так сказать, там, что делает Европа, там был вопрос, или цена, или низкие технологии, потому что, мы видим, на примере США, это, как бы, и низкая цена, и развитие технологии, при этом, вам интересно, что, на самом деле, вопросы эти, скорее всего, многие все-таки их задают, но отвечают очень по-разному, но здесь, опять-таки, если видно, да, так сказать, то есть, тусок из слайда РУСГИДРА, который, честно говоря, первый раз, когда я его увидел, он меня взял в некий стопор. Значит, в качестве цели развития возобновляемой энергетики написано, что снижение энергоемкости, значит, что в результате будет происходить, я это помню, где-то в 4-5-го раза бы прочел, по-моему, правильно помню, снижение энергоемкости экономики, так сказать, будет происходить из-за высоких цен на энергоносители. То есть, мы строим вверх, для того, чтобы поднять цены на электроэнергию, для того, чтобы, там, снижать энергоемкость экономики. Может, я не так понял, не знаю. Ну, и второй тезис, который тоже, в общем-то, несколько озадачил, это развитие прежде детективных регионов за счет ВИЭ. Ну, указаны какие-то регионы во Франции, север Германии, то есть, вот, тоже не вполне понятно, так сказать. Ну, так как, в общем-то, так сказать, у нас ВИЭ не особо производится, может быть, действительно, мы с севера Германии будем производить, будем импортировать, тем самым развивать их в прежде детективные регионы. Может, нашу? Ну, так, если есть и код, да, так сказать, опять-таки, не навязываю мнение, но, в принципе, так сказать, там, у нас позиция, что, так или иначе, энергоемкая промышленность у нас альтернативу не подсердывает основам экономики. Да, так сказать, структура будет меняться, цепь будет меняться, но все равно энергоемкая промышленность все равно, так сказать, в ближайшие 15-20 лет это основа экономики. Поэтому цена имеет значение. Однозначно, да, так сказать, движение сторон децентрализации, что следует из вот тех тезисов по сетям. То есть, если мы хотим иметь конкурентоспособную, дешевую, так сказать, дешевую, мы не можем развивать, да, так сказать, мы не можем, собственно говоря, развивать ту, так сказать, ту модель, ту концепцию, которую мы развивали и продолжаем, продолжаем, так сказать, развивать. А газ однозначно является, как бы, да, так сказать, нашим, так сказать, основным энергоносителем. он останется. С учетом того, что происходит в Датске, спросом на газ в мире, понятно, что газа нам хватит на долг. И то, как мы его используем в Датске. И тут, кстати, очень как бы Датске, интересный пример как раз США, который я назвал. Вот тут, собственно говоря, как раз и есть то самое поле для инноваций. Экспорт, да, то есть интеграция, я не знаю, насколько это реалистично стать, я думаю, мало реалистично. Интеграция с Европой, на наш взгляд, должна как бы стать долгосрочным приоритетом. Еще один тезис, возможно, я его раньше, ранее уже упоминал, это, собственно, что означает в этих энергоэффективность. То есть энергоэффективность, мы, как мы понимаем, меньше киловатт-час. На самом деле не меньше киловатт-часов, а меньше киловатт. Меньше киловатт мощности и генерирующий и сетевой, потому что у нас электроэнергия дешевая, газ дешевый, а мощность, как я, так сказать, показал раньше, она дорогая. Дорогое строительство, дорогие деньги, большие расстояния, много, так сказать, надо строить мощностей. Поэтому, на самом деле, энергоэффективность – это экономия мощности, а не электроэнергия. То есть, что, так сказать, там, да, то есть, после того, как мы, собственно говоря, если мы определимся, что мы, так сказать, что мы с этим и к чему мы стремимся, то какие, на самом деле, технологии окажут влияние, да, будут менять это все. Ну, опять-таки, централизованные, против децентрализованные модели. Вот здесь на слайде показано последнее исследование. Это правило, так сказать, проводит ежегодный такой вопрос топ-менеджеров мировых компаний и задает им разные вопросы и, соответственно, вот рисует вот такие графики. Вот, на этой графике видно, что, первое, да, там, подавляющее большинство, 80-90% топ-менеджеров считают, что централизованные энергетики, так сказать, будут утрачивать свои позиции, то есть это будет либо сочетание централизованной и децентрализованной энергетики, либо вообще 10% вообще считают, что целая энергетика вообще, так сказать, останется децентрализована. Причем, в общем-то, это несуммарная цифра, она была в другой, если бы не вопрос Латинской Америки и Африки. Судя по цифрам 50 на 50, такое впечатление, что они нашли там только мировых компаний с менеджером. Один ответил, что возможно связано с тем, что в Европе, соответственно, большая крупность сети, поэтому, собственно говоря, конкурентоспособность именно сетевых решений, она выше, чем, так сказать, США, которые ближе к нам по протяженности сетей. Еще один интересный вопрос, где мы уже спросили, а, собственно говоря, как вы считаете, распределенная генерация, так сказать, это возможность или угроза? Вот, большинство ответил, что возможность, на самом деле, вот, мы, вот, так сказать, новое общение, да, так сказать, иностранных компаний, а пока одно то, что стоят, что думают, они считают, то есть не только распределенная генерация, так сказать, не чисто распределенная генерация, например, накопители. То есть реально крупные компании, на самом деле, боятся накопители. То есть накопители, по сути говоря, убийцы сети, и он выравнивает, да, так сказать, и он, соответственно, выравнивает позиции. А большой генерации и малой генерации, потому что, собственно говоря, что дает сеть плюс, как бы, большая генерация? То есть, сеть дает нам, первое, это консолидация нагрузки, загрузка мощности, да, там, становится низкой. 15-20% мы подключаем, там, отдельно на опытного потребителя, так сказать, а средним, да, это процентов 60. Вот, и второе, это, соответственно, надежность, общий резерв. Так вот, в общем-то, экономичный накопитель позволяет решать те же задачи. И проблема даже не только в цене, сколько, так сказать, там, в количестве циклов, которые сейчас накопители могут... А при этом, при этом, соответственно, малая генерация, по сути, по сути, да, мы вот сейчас сделали, так сказать, там, исследование, стратегию, так сказать, для... С точки зрения, там, целесообразности и вообще возможности развития собственной генерации, да, для одной крупной компании, то есть, при этом генерации, да, активно где-то баланс будет 30-50%. А с некоторым удивлением пришли к выводу, что порядка 80% реально имеет смысл им закрывать, собственно, автономную генерацию. Не автономную, извиняюсь, так сказать, она такая, подключенная к сети, но, собственно, распределенная генерация. А при этом, при этом, в принципе, да, так сказать, сейчас, например, там, газопоршневые машины, то есть, позволяют, где порядка, мощности порядка 10 мегаватт, практически выходить на паритет с крупной генерацией. То есть, условно говоря, как затраты, примерно такие же в сети, да, так сказать, там, с сетями большая генерация, порядка, так сказать, становится дороже. А КПГ, да, так сказать, там, 47, да, так сказать, там, 46-48%, если мы, соответственно, берем, так сказать, там, КПГ, вычитаем из нее потери, получаем ту же цифру, по сути говоря. То есть, по сути говоря, сейчас вот паритет, он где-то, так сказать, находится в этой области. И дальше, по идее, это вот направление, как раз, одно из, так сказать, технологического развития, которое, да, так сказать, на взгляд для нас, да, так сказать, для России, очень, так сказать, важно. Это, соответственно, эффективность, да, так сказать, эффективность и по, так сказать, затратам, и по капиталу, по операционному, и по, так сказать, расходам топлива мощностей с меньшей единичной мощностью. То есть, что мы делаем не для тех задач, которые, так сказать, которые, собственно говоря, и являются, являются приоритетами, это использование умных сетей, или, так сказать, термин очень широкий, да, так сказать, но отдельно, честно, технологии умных сетей. Сеть, по сути говоря, она может как раз помочь экономить мощность, она может, так сказать, интегрировать малую пиковую генерацию, сглаживать пики, интегрировать управление нагрузкой потребителей и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, другая конфигурация уже силы у нас получается, так сказать, целевая, когда сеть выполняет такую роль резерва, да, так сказать, и объединение плюс подключение, действительно, так сказать, крупных дешевых мощностей, так сказать, в том объеме дазовых, которые, которые, действительно, экономично. А дальше, соответственно, у нас возникает уже распределенная ситуация. Еще, говорю, длинный горизонт, но на самом деле, так сказать, не факт, что такой уж длинный, это, по сути, это конвергенция транспорта с генерацией. Практически, так сказать, там, не знаю, так сказать, у большинства из вас сейчас, так сказать, там, вот 100 до 800 киловатт. В сумме, наверное, так сказать, там, несколько мегаватт мощности у вас вот сейчас, на которых вы ездите. С учетом того, что, так сказать, снижение, да, так сказать, единичной мощности, так сказать, там, генераторов эффективно на паритете с сетью, Ну, в общем, так сказать, там, тенденция, она выглядит, она выглядит, в общем, так сказать, ну, достаточно очевидно. Ну, и на самом деле вопрос спроса, да, потому что если мы начинаем уже переходить, да, так сказать, если мы начинаем, собственно говоря, задуматься о вещах, да, так сказать, а как на производство повлияют, например, так сказать, там, детринтеры, да, так сказать, и, так сказать, подобные технологии, то производство, но и на характер потребления электроэнергии. Это, на самом деле, вопрос, вопрос, отдельный интересный, отдельный интересный вопрос, который в свою очередь потянет за собой вопрос, а как, собственно говоря, вот снабжать вот такие, да, так сказать, там, малые мобильные производства. Еще один очень важный вопрос, да, так сказать, сейчас важный, то есть, собственно говоря, как медведь, как экономически, да, так сказать, там, окупать технологии. То есть, как правило, да, технология есть, но она интересная, она очень дорогая. В принципе, даже дорогая технология, очень дорогая технология сегодня может оказаться, так сказать, как у плаймы. Например, да, то есть, если у нас, так сказать, стоимость подключения составляет, так сказать, несколько тысяч долларов на киловатт, то, в принципе, вот в таких, как бы, точечных ситуациях, да, то есть, соответственно, для того, чтобы получить, так сказать, дополнительную мощность, часть операции, да, так сказать, технологии накопителей, и, так сказать, управления нагрузками и так далее. То есть, технологии, которые сами по щепе, вроде, как бы выглядят неокупаемыми. Но вот именно, когда мы смотрим, а что, собственно говоря, вот, связание, связание какого-то, да, так сказать, альтернатива установке пикового генератора, пиковые сетевой мощности, которые используются, так сказать, там, несколько, так сказать, сот или десятков часов в году, да, так сказать, то, собственно, стоимость киловатт-чата оказывается, на самом деле, оказывается, ну, совершенно, так сказать, там, другой. Второй момент, это то, что, вот, я, так сказать, называю, так сказать, там, моделью, блин, садовые фонари, да, так сказать, там, все видели, наверное, да, и используется, да, Стучка, в которой мы втекаем, в которой есть солнечная батарея, аккумулятор маленький и светодиод. То есть, в принципе, это стука, которая технологически, 15-20 лет, наверное, была невозможной. Она возможна только из-за три технологии. Накопитель, солнечный баре и светодиод, который потребляет настолько мало энергии, что, соответственно, мощность накопительного достаточно и, соответственно, цена солнечной батареи. То есть, вот сочетание технологий, оно дает, на самом деле, с какого-то нового качества. И третий, на самом деле, тоже такой, как бы, важный момент, это когда мы, собственно, технологии используем чисто для экономии, а когда это, собственно говоря, качество. Есть, такой простой пример, да, там, с автомобилем. То есть, кто, на самом деле, на что-то, в принципе, заявился, да, сказать, там. То есть, мы платим деньги, да, когда мы покупаем автомобиль, мы платим деньги не за, сказать, генератора, а за автомобиль. А генерация, она нам, по сути говоря, приходит почти бесплатно. Или, например, ехем на устанатский, там, текловой насос, да, штука вроде дорогая, Но если мы с 1 недели в году, которая у нас бывает лето, чтобы у нас был проклад, мы с компенсионера, это по сути говорят, тот же прибор, который у нас работает в режиме теплового насоса, то есть значительную часть инвестиций мы уже произвели. То есть это как бы часть инвестиций, она уже как бы не является самой частью, да, так сказать, той дополнительной, да, так сказать, дополнительной энергетической реакции. Так, ну и так, что там у нас была такая картинка со взрывом мозга, да, так сказать, я видел где-то 6 часов часа, да, так сказать, все нормально. Если как бы вообще как бы еще шире посмотреть на ситуацию, то если мы как бы открываем первую страницу Библии, то что помечали, как бы, да, так сказать, там многие, что согласно Библии, вообще говоря, жизнь не зависит от источника энергии, потому что органическая жизнь возникла в третий день творения, а Солнце в четвертый. То есть может оказаться, что ситуация с энергоэффективностью и вообще с моделью, с использованием, так сказать, энергетикой, она вообще как бы окажется еще более, так сказать, еще более не такой, как... Спасибо за внимание, не знаю, получится ли сейчас, получится ли ответить на вопросы, потому что я не очень послушаю, что происходит в зале, ну, если как бы есть желание, можно попробовать. Давайте попробуем. Спасибо большое, Андрей Юрьевич, похлопаем. Пожалуйста. Аплодисменты. Аплодисменты перед черным, там, где написано, что стоимость сетей наших дороже, чем в Европе, поскольку средняя стоимость строительства в полтора раза выше, стоимость денег в два раза выше. Итого, возврат инвестиций в три раза выше. Может быть, здесь должно было написано слово «хуже», «дольше», в каком смысле «три раза выше»? А в таком смысле выше, ну, собственно говоря, у нас основная, как бы, датская, основная составляющая, основная составляющая тарифа датской становится, по сути, возврат на капитал, да, который там через модель «Раба». То есть на сегодня, если не ошибаюсь, там, в тарифе ПСК это порядка, по-моему, половины, и по прогнозам, по-нашему, это станет датской, там, через несколько лет, порядка семи лет. То есть на сегодняшний момент, да, так сказать, даже вот со совсем примитивной формулой, да, так сказать, по капиталу, которая вычисляется в Рабе, возврат на капитал, это, соответственно, произведение, ну, по сути говоря, произведение стоимости денег на, так сказать, там, на стоимость строительства. Это значит дольше, там, там, цифра, понятно, условная, но, в общем, ну, соответствующая, в общем, по порядку увеличимы нашей ситуации. Правильно ли я понял, что это значит дольше возвратность? А, нет, просто мы платим. То есть, что вы говорили, платишь сейчас, когда мы, то есть, вот, построили, так сказать, там, подстанцию, да, так сказать, за миллиард рублей. Соответственно, вот, каждый год мы платим, там, 100 миллионов рублей, 10 процентов, там, условно, да, от этой суммы мы платим 10 миллионов рублей. Соответственно, мы бы платили, да, так сказать, не 100 миллионов, да, так сказать, а, соответственно, 400 миллионов, да, 40 миллионов, извиняюсь. Не 100 миллионов, а 40 миллионов в составе тарифа. Ну, там слово возврат было, возврат, поэтому, я думаю, возврат, это ли пейбэк период, да, длительность? Да, ну, там, да, то есть, то, что мы, инжигот, вот так, как бы, тариф состоит сейчас, да, так сказать, добрали, и, соответственно, операцион, по сути, возмещение операционных затрат, да, так сказать, там, потери и возврата на капитал, возврата инвестиций. И второй вопрос, вот, есть такой график на 20-е годы уходящий, вот, вроде бы, как его по аналогии с крестом Чебайса можно назвать крестом Абрамова. Это неизбежность, которая потребует, да, неизбежно замещения этих мощностей, которые естественным образом выработают свой ресурс и исчезут, то есть, это объективная картина, да? Да, это мы брали, соответственно, ресурсы практически поагрегатные, там, всех основных, всех основных мощностей. Дальше, соответственно, смотрели, по, так сказать, там, где, так сказать, там, где, так сказать, там, где там были произведены уже проведения, так сказать, там, либо, так сказать, какие-то замены, там, СВГ и так далее. И, соответственно, эксперт мы уже определили, так сказать, там, сколько еще проведений может, так сказать, блок, там, каждой, соответственно, так сказать, там, каждого типа, так сказать, там, соответственно, по давлению и так далее, по типу. Сколько экспертоправлений может он еще выдержать? То есть, ну, понятно, то есть, так сказать, там, может быть, плюс, ну, с какого-то, да, там, например, мы, так сказать, там, на ПБЕ они рисуют, как бы, цифру раньше, да, так сказать, там, вот, ну, ситуация все равно, как бы, объективная, она уже, как бы, надо резать. Спасибо. Вопросы еще, коллеги? Коллеги, вопросы, пожалуйста, задавайте, глядя в камеру. Глядите в камеру, и вас, да, будет видеть. Не слышу вообще. Ближе. Так, так слышно? Так слышно? Если сегодня мы воспринимаем распределенную генерацию как своеобразную заплатку на большой генерации, на большой энергетике, то не случится ли такое, что через некоторое время из распределенной генерации вырастет что-то, что заменит существующую сетевую энергетику? Как вы относитесь к такому предположению? Есть ли такой шанс? Если я правильно понял, вот, понял вопрос, потому что далеко, все, 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 все. Вопрос о том, что какой, соответственно, был баланс между распределенной и большой генерацией на горизонте. Да, собственно говоря, тезис ровно об этом. Что, во-первых, что, во-первых, вот тот вопрос, который я показывал, он говорит о том, что и в мире, в общем-то, большинство менеджеров видят ровно перспективы. Там, конечно, определенная генерация – это в значительной степени возобновляемая, но, тем не менее. И момент второй, что вот, как бы, вот, с наш точки зрения, что без… Меня слышно? Подожди, у меня картинка пропала. Да. Да, меня слышно, да? Да. То есть, без, собственно, баланса в сторону распределенной генерации мы не сможем, да, так сказать, там, построить конкурентоспособную, в конечном итоге, нам и эффективную энергосистему. То есть, это на самом деле не обсудимый, и вот сейчас действительно, да, так сказать, там, подход к менеджерам, по сути говоря, такой. Да, вот есть, да, так сказать, там, есть угроза, то есть, я рассматриваю распределенную генерацию, как угрозу. Как угрозу для большой генерации. На самом деле, да, так сказать, на самом деле, вот эта позиция должна поменяться. Но для этого, конечно, может, что должно произойти. То есть, соответственно, распределенная генерация должна приводить к экономии, да, так сказать, и сетевом строительстве, и, так сказать, там, строительстве, так сказать, может быть, и газа, да, потому что, на самом деле, если мы смотрим, например, там, нефтедобывающие регионы, то есть мы практически берем газ, да, так сказать, отправляем его, там, 10 километров, и потом по... ...обратно возвращаем энергию туда же, в центр нагрузки. Понятно, что эта технология возникла тогда, когда была большая экономия масштабов от крупной генерации, так сказать, там, ну, идеология была, да, так сказать, в пользу крупной генерации. Сейчас технология смещается в ту сторону, что, вот, с одной стороны, технология смещается в ту сторону, в общем-то, так сказать, там, большого преимущества, да, так сказать, вот это, да, так сказать, распределение туда-обратно не дает. А с другой стороны, стоимость капитальных затрат, да, стоимость строительства, стоимость, соответственно, так сказать, она, она выше, она гораздо, она сильнее, гораздо, если мы посмотрим, вот тот рост, который был, как за... ...на генерацию, начиная, там, 2003-2004 года, то есть, по сути говоря, там, по всему миру пошел, так сказать, новый цикл, так сказать, то есть мы стали... Соответственно, мы уже использовали те ресурсы, которые были построены во времена дешевой нефти, так сказать, условно говоря, да, так сказать, там, и начинаем их, и начинаем, соответственно, их замещать. Если, так сказать, там, генерация, да, там, как бы знали, распределять вообще проекты, да, так сказать, там, новую генерацию, там, в 2004-2005 году, то есть мы вообще смотрели на цены, там, 500-600 долларов на киловатт, как реальные. В принципе, были вот такие цены, да, так сказать, там, сейчас, в общем-то, так сказать, в Европе, в общем-то, построить крупную станцию, так сказать, там, дешевле, там, 1000 евро за киловатт, там, нахрен с учетной инфраструктуры и всего проблематично. Можно я? Все-таки вот правильно ли я понял, вот сейчас вопрос на понимание, на предыдущий вопрос, что вы утверждаете, что развитие вот этой распределенной генерации в силу определенных преимуществ, которые сейчас были названы, могут привести, можно сказать так, к сворачиванию сетей традиционных, не только 70%, как бы там, есть где, но и там 30%, где есть сетевая энергетика, и там могут эти позиции традиционной сетевой энергетики быть потеснены с помощью вот этой распределенной. Да, потому что, смотри, что происходит сейчас, да, если вы откроете инвестиционную программу ФСК, например, то вы увидите, что, так сказать, там, стоят даже не столько проекты, да, так сказать, там, по новому строительству, сколько, например, там, реконструкция, там, подстанции, да, так сказать, 220, да, подстанции, так сказать, а цены там стоят, там, 5-6 миллиардов, 8 миллиардов рублей. То есть, по сути говоря, это смешно подстанции ставится новое. Если мы, если, соответственно, так сказать, там, мы хотим, чтобы вот это вот, то есть вот этот объем затрат, он будет нарастать, да, то есть, чтобы, по-настоящему, да, такой же график, да, так сказать, как вот по генерации сделать по сетям, то, в принципе, тоже картинку сейчас там сети, да, так сказать, стали инвестировать, потому что, ну, потому что стали инвестировать, не всегда, они должны сейчас инвестировать, через 5 лет по станции можно еще построить, но тем не менее, картинка будет примерно такая же. Но это на самом деле тащит за собой и технологические вещи. Что сделала распределенная генерация для Европы, она поменяла в общем-то подход, то есть степень открытости сетей, возможности подключения с уровня 0,4 кВт, чего у нас на самом деле является, если не преступлением, большой головной болью, и соответственно подходы к диспетчеризации. То есть вот если, да, скажи, что действительно, там, принесли на планетане, да, скажи, и все сделают полно, то действительно, вот, нужно было рассматривать сейчас всю концепцию именно с точки зрения вот такого смещения, смещения баланса. Ведь не только распределенная генерация, так говоря, это в общем-то и вопросы сглаживания нагрузок и так далее. На самом деле это можно сделать даже на уровне дома, это есть уже, так сказать, достаточно недорогие технологии для того, чтобы это сделать на уровне дома. Даже сглаживание, да, так сказать, нагрузок, соответственно, снижение вашего потребности мощности. Вот. Ну, а соответственно, так сказать, на уровне, так сказать, на уровне, так сказать, там, на уровне, так сказать, там. Дальше, если двигаться вверх по уровню напряжения, ну, большая отдельная тема. Спасибо, Андрей Юрьевич. В связи с этим меня интересует вот какой вопрос. А кто может быть субъектом продвижения вот этой генерации на территорию, занятую уже сетевиками? Потому что, во-первых, как мне кажется, крупным генерирующим компаниям неинтересно заниматься этой распределенной мелочевкой. Неинтересно просто. Сетевикам это не положено как бы по закону, это не их бизнес. Потребителей они не пускают в сети и потребителей, и мелких каких-то предпринимателей или компаний, которые могли бы этим заняться. Они говорят, не лезьте, тут мы и по закону, да, на самом деле вот упоминались уже вопросы синхронизации, диспетчеризации. Так вот, кто бы мог стать субъектом? Могли бы стать, например, сетевые компании при изменении законодательства заинтересованными в развитии генерации? Или это совершенно новый субъект, и как он может тогда возникнуть? Следующий вопрос. Это должна быть государственная политика или это процесс, который сам уже идет и сам, собственно, себе дорогу пробьет? Ну, интересный, правильный вопрос, на самом деле, да, то есть, ну, первое, да, это сейчас, так сказать, делают потребители сами. И вот та ситуация с, так сказать, с ростом тарифов, она, в общем-то, как бы ситуация стимулирует. Что их, на самом деле, останавливает, это даже не то, что не уровень текущей затратки, не отсутствия окупаемости, потому что она уже в большинстве случаев уже практически есть. А не определенным законодательством, раз, и второе, что это не их бизнес. Вот, то есть, ну, с точки зрения заказчиков от таких мощностей, да, они в большей и большей степени готовы выступить, да, так сказать, это первое. А второе, генерирующие компании, в принципе, смотрят на эту отрасль. То есть, вот, и ООН там занимался, они смотрят, и очень осторожно, аккуратно, но они смотрят на эту отрасль. А самое любопытное, что вопреки, как бы, всему, да, так сказать, сейчас имеет преимущество, потому что, на самом деле, строя генерацию, да, там, меньше 25 мегаватт в ростницу, вы получаете совершенно, да, так сказать, там, другие условия и получаете, по сути, говоря, так сказать, там, в общем, получаете окупаемость. А естественным субъектам, на мой взгляд, это сбыту. Это от них требует, там, очень серьезный такой пересмотра, пересмены, смены, да, так сказать, и корпоративной культурной, да, так сказать, как бы самой, да, так сказать, и, ну, соответственно, соответственно, постановки. Что касается сетей, то теоретически, да, теоретически, как бы, сети, если бы у них была задача экономить, то действительно, дастки, там, интегрировать где-то пиковый генератор, даже дизельный дешевле, чем, ну, я не знаю, смотри, Сочи, да, так сказать. Сколько мощностей строится ради, сколько там, вените, там, двух недель, вообще, как бы, да, так сказать, не строят, там, за, там, за всю историю, да, так сказать, там, земной цивилизации потребления, какого потребления электроэнергии. Проблема в чем, что сеть, как бы, по определению, да, так сказать, она, сеть, она регулируемая. И заставить, да, так сказать, там, вот, сеть, заставить, да, так сказать, каким-то образом сеть стимулировать ее на... Даже если, вот, отвлечься от, так сказать, там, той, так сказать, там, политикой, там, в общем, так сказать, там, там, не глупые люди, далеко, да, так сказать. Вот, но это вопрос просто мотивации, да, это вопрос мотивации, вопрос, собственно говоря, так сказать, и вопрос системы регулирования. Поэтому, поэтому сеть, именно, чисто по, как бы, по своей сути, как регулированной, и по своей, на самом деле, да, так сказать, и по своей, как бы, культуре, она, она не сможет этого сделать. Это теоретически, на самом деле, теоретически, так сказать. А вопрос, кстати, регулирования, ну, просто сейчас, как бы, регулятор, вопрос к этому так. Вот, это конкуренция, да, распределённая генерация, конкуренция для сети. Единственная конкуренция, которую мы сейчас имеем на рынке, вот, практически вся остальная конкуренция, там, небольшой элемент конкуренции есть на RSO. То есть, вот, единственная конкуренция, да, с которой мы имеем, это, вот, собственно говоря, распределённая генерация. На данный момент регулирования позиции, если есть эта конкуренция, надо её запретить. Собственно говоря, если на самом деле, да, так сказать, все это дойдет, и вот здесь, мне кажется, потребители должны быть в этом очень заинтересованы, то в принципе просто показать, что с этой конкуренцией бороться в рамках какой-то, да, так сказать, какой-то экономической концепции невозможно. Да, можно так в 30-е годы, да, там, не знаю, в 30-е годы, там, несколько десятков тысяч генераторов были последствия, была малая генерация, да, так сказать, там, и гидро, и, так сказать, ее просто, как бы, экстракриировали. Это, как бы, та конкурентная планка, и дальше, соответственно, сеть в том числе должна меняться. Сеть должна меняться под влиянием внешних ружевов. Вот сама я не верю, что они станут. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Спасибо. Ну что же, на этом тогда закончим. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо, до встречи. Спасибо. Было очень интересно. До свидания. Я думаю, что это наша не последняя встреча. Вы сформулируете ответ. Выключаемся. Ну что, коллеги, заработал? Движемся дальше. На ужин? Тем более. Тем более. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...